Всем привет, мы находимся сейчас в центре Москвы, на Тверской улице, и тема нашего сегодняшнего похода это 870 лет в Москве, да, Саша? Ну да, все правильно, пока что. А ты смотришь, да, в кадр? Пойдем. Сегодня мы с вами... В кадр тоже иногда посматривает. В кадр он тоже посматривает, мы сейчас с вами будем двигаться медленно в сторону Красной площади, позади, и не только вы можете видеть экспонаты, которые выставили ко дню города, или какие-то космические. Из музея космонавтики. Из музея космонавтики сообщает нам Александр, да, Александр? Да. Александр, вы где? Он, короче, где-то идет. Ну, рядом мы осматриваемся космонавтики. Вот мы сейчас даже подойдем к столу, где дети что-то изготавливают. Давайте посмотрим с вами вместе. Какие-то самолетики. Я, правда, не знаю на самом деле, насколько... Это интересно нам, Саша, а то нам не интересно, да, пойдем. Пойдем, у нас самая крутая лестница впереди. Сейчас мы вышли... Куда мы вышли? Саша, куда мы вышли вообще? Он говорит, что он тут, он сзади. В общем, вылезаем в кадр. Сейчас мы идем на очень интересный мост. Какая-то очень интересная конструкция, даже понять не могу. А вот сейчас мы подойдем к самолету. Авиация, это круто. А теперь, теперь я вижу МГУ. И сейчас мы идем к МГУ. Можно, пожалуйста, пройти? Пока, в общем, очередь большая на мост. Мы идем... Мы идем к МГУ. Но к мосту мы тоже поднимемся, да, Саша? Мы же поднимемся к мосту. Да, вот даже экскурсии здесь. Мужчина даже экскурсии проводит какие-то. Смотрите. В общем, по архитектуре Москвы экскурсия. Сейчас мы с вами подойдем к одному из самых главных высоток Москвы. Это МГУ. И мы с вами идем вместе и поднимаемся на данную высотку. Саша, поднимайся со мной. Вы теперь видите, да, что теперь корона моя, прям практически как МГУ. Я прям... Сейчас еще одна ступенька, и мы с вами поднимемся. Да, Саша? Ну да, на невозможную высоту. Невозможная высота мы поднимаемся. На самом деле здесь очень большие очереди. И это просто ужасно. Мы сейчас идем к самому главному зданию МГУ. Там наши дети уже прям садятся на это здание. Понимаете? Вот посмотрите, ребенок залез на конструкцию. Это МГУ. Так, тут уже кто-то прыгает. Я пытаюсь вам показать на самом деле очень интересную конструкцию. Ну, в общем, мы все поняли. А смотрите, а позади находятся какие-то танцы. Город мечта. И мы сейчас с вами спускаемся на самый интересный мост. Наверное, один из интереснейших мест. Александр, я вас потеряла. Александр сейчас снимает танцы-танцы. И танцы самый странный. Город мечта, город сказка. Сейчас мы с вами направимся. Ждите, ждите. Уже идем. Саша, пошли. Итак, мы сейчас с вами очень медленно, очень медленно, аккуратно спускаемся. Потому что здесь просто невозможно, как большое количество людей. Я все-таки хочу пройти по этому мосту. Но, к сожалению, на него очень большая очередь. Вы можете видеть. Поэтому на него мы, к сожалению, не пойдем. Мы не пойдем, Саша, с тобой на мост. Мы с тобой отправимся дальше. Я сейчас переверну камеру, чтобы было видно. Чтобы много народов. Да, очень много людей. Поэтому мы просто с тобой можем встать вот здесь вот и просто вот встать и посмотреть на этот мост. Очень красиво. Очень красиво. Поэтому двигаемся с вами дальше. Александр, вы где? Вы потерялись. Потерялся из кадра? Потерялся из кадра, да. Пойдем. Я вижу голландские домики. Мы теперь сейчас подвинемся. Особняк Морозовый. Вот мы сейчас с вами находимся около конструкции Особняк Морозовый. В общем, все фото, видео мы потом выложим. Кто захочет, может, к нам обратиться, мы вам и их пришлем. Да, Саша? Саша говорит да. Саша говорит да. Саша потерялся. Я не представляю, что там творится около Красной площади, потому что людей здесь очень-очень много. Уже я потеряла Сашу. Саша, где он? Где он? Ну, в общем, людей очень много. Вот мы сейчас с вами остановимся. Около одной из 106-15 лет. Вот такие вот замечательные особняки есть в Москве. Александр. Александр решил пофотографировать. Поэтому мы сейчас с вами немножко... А может быть, мы и не прервемся. Ну, в общем, ждите. Сейчас мы сделаем пару фоток и двинемся дальше. Ну, вот Саша и пофоткал. Мы двигаемся дальше. Сейчас мы с вами идем, проходим к эстакаде. И здесь я вижу авторадио. Я вижу авторадио. Я даже вижу... Александр потерялся, но он, в общем, фотографирует. Когда-то он отборщается постоянно. Фотографируйте, Александр. Фотографируйте. Вот мы сейчас с вами подойдем к эстакаде. Подойдем к эстакаде. Я вам покажу ее. Тут все люди фоткают. Вот такая вот замечательная эстакада авторадио. Сейчас мы идем с вами к станции метро Киевская. В общем, сейчас будет немного видео. Не от первого лица, а от третьего. Поставайте секрет. Итак, как я вам и обещала, сейчас мы снимем небольшое видео. Здесь очень много детей и взрослых. Вот станция метро Киевская и Москва-Сити. Мы сейчас двигаемся. Дети, слези с машины, пожалуйста. Там, там, с автобуса. Вот, сейчас мы с вами пройдем. Пойдем, как только мы пройдем, аккуратненько. Пойдем в домах. Так, можно нам, пожалуйста, пройти? Итак, мы сейчас с вами проходим эстакаду. Хорошевское шоссе. Да здравствуют знакомые улицы. Идем с вами дальше. Здесь у нас с вами Москва-Сити. Вот такая вот миниатюра. Подождите, подождите. 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 Итак, мы продолжаем с вами поход по центру Москвы. На самом деле, здесь очень много людей. Невозможно фотографироваться. Вообще просто проще снять на мини-видео. Или просто приехать в Москву. Да, Саша, если хотите посмотреть на это чудо в реальности. Это самое лучшее. Ну да. Самое лучшее. Пока они приедут, это все чудо уже разберут и уберут. Ой, ой, ой. Сейчас я тут в кого-нибудь приезжу. В общем, мы идем. Мы продолжаем идти. И вот здесь вот в таких вот шатрах можно попить чай и перекусить. Но мы стойкие. Мы дойдем до конца. Потом уже поедем. Да, Саша? Конечно. Вот. Сейчас мы с вами проходим. И я вижу знакомый мост. Крымский мост. Крымские миниатюры. Сейчас я постараюсь... Да, он знакомый, только как-то размерами он... Размерами он как-то не выше. На самом деле, в реальности, конечно, намного лучше. Итак, сейчас я вам постараюсь показать Крымский мост. Вот он там, посадить. Там же высота. Также вы можете видеть дорогу. Пенять сюда. Сюда, иди сюда, сюда. Диолит. В общем, вот я сейчас, Каташа, постараюсь сесть и сделать такой вот мини-видео-обзор. С видом на дорогу, на высоту и на Крымский мост. Вот вы можете даже видеть. Сейчас мы с вами движемся дальше. Александр пытается сфотографировать там что-то. Но Александр сушит. Вот меня Саша пытается сфотографировать, но у него не получается, потому что я его гоню. Вот я хочу рядом с трамваем. Вот, пожалуйста, сейчас Александр меня сфотографирует. Сфотографирует у нас сейчас рядом с трамваем. Небольшая пауза. Давай трамвай. Все? Ну, а сейчас мы идем прямо. Мы продолжаем движение по-прямой. По-прямой. Посмотрите, сколько здесь людей. Очень и очень много. О, я вижу знакомое здание. Мы с вами к нему тоже проходим. А? Можно к нему тоже ходить? Знакомое здание, правда? Идем с вами дальше. А здесь мы не пройдем. Мы идем в обход. Очень много людей. Мы сейчас с Александром будем обходить. Ну, потому что здесь просто невозможно выйти. Люди пытаются залезть на эти конструкции. Дети сфотографироваться. Хотя нет, я еще сказала неправильно. Дети пытаются залезть, а люди пытаются сфотографировать. Все наоборот, но сегодня можно, ничего страшного. Мы продолжаем движение по Тверской. Вы, кстати, наверное, заметили, что у нас корона. Сегодня мы в короне. В короне. Принцепринцесса. Там какой-то концерт, но мы не останавливаемся. Мы идем дальше. Мы с вами идем дальше. Идем, идем. И снова мы приближаемся к знакомым зданиям. Я сейчас вам их покажу. Надеюсь, что я покажу. Нет, наверное, не покажу. Покажу. В общем, друзья мои, кто не был в Москве, приезжайте. Мы вам проведем с Александром замечательную экскурсию. Да, Саша? Ну да. Лично в любое время, дней и суток. Вы слышали? Вы это слышали? Он готов на все. Ну, идем с вами дальше. И мы проходим замечательную галерею. Что же это у нас такое? Сейчас мы поясним. Саша, что это такое? Ты же должен это знать. Это боярские палаты, нет? А вот это? Да. Мы немного с вами отключимся и вернемся. И так, мы возвращаемся. И это позади Ярославский онсал. Сказал Александр. А сразу было, к сожалению, непонятно. Ну, мы не часто едем с Ярославского онсал. Но все равно. И так, мы с вами идем дальше. Идем, идем, идем. Здесь очень много людей. Очень много ребят. Просто невозможно. Сейчас мы подойдем с вами к одной высотке. Тоже миниатюра. Идем дальше. Я даже вижу рабочий колхоз здесь. Мы к ней сейчас с вами обязательно подойдем. Это культовый символ, я бы сказала, вообще всей нашей страны. Особенно. 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 Много. Ну, я не буду сейчас возвращаться. Я думаю, что кто родился в Советском Союзе, тот знает. И так, идем с вами сейчас здесь, к этому памятнику. Очень большая очередь. И мы сейчас с вами вместе посмотрим. Сейчас, одну секундочку. Вот такое вот замечательное чудо. Обязательно будет фото. И сейчас мы его тоже сделаем. Итак, мы отошли от рабочего и колхозницы. И сейчас мы с вами движемся дальше. К Красной площади. Ой, тут какая-то мини-сцена. Что-то здесь происходит, друзья мои. И сейчас мы посмотрим. А лекция... А что за лекция? Сейчас покажу. Мы с вами узнаем, что тут столько народу, что... В общем, здесь лекция, друзья мои. Кто... У кого, в общем-то, ностальгия по институту, может остановиться и послушать. У меня, конечно, ностальгия тоже по институту, но я не готова останавливаться и слушать. Нет, пока ничего там. Ничего там не происходит, сообщает мне Александр. И мы сейчас движемся дальше, в сторону Красной площади. А тут тоже какие-то танцы, я слышу. Да, что ли? Какие-то танцы. Город, где создается история. И сейчас мы подойдем с вами к карте. Я не знаю, насколько она будет видна, но я постараюсь вам ее показать. В общем, идем с вами дальше. Идем с вами дальше. И сейчас мы посмотрим, что здесь еще. Здесь очень много людей. Мы с вами не будем останавливаться под рукой, иначе мы не успеем дойти по Красной площади. Ой. Ну, самое главное, конечно, памятник. Это памятник основателю Юрию Долгорукову. Кто не был в Москве, обязательно посещайте. Да, Саша? Для того, чтобы посмотреть на памятник? Ну, не только. Ты же обещал людям экскурсию? Обещал. Есть такое дело. Вот. И сейчас мы подойдем к одной из любимых карт. Это карта интерактивного вокзала. Здесь, конечно, не очень хорошо видно. На выходе мы вставим сюда фонки. Саша, мы вставим сюда фонки. Да, я пока приду, обойду тут рядышком. Я сейчас вернусь в эту самую кучу. Вот. Ну, в общем-то, в общем, какие-то здесь конструкции. Еще тут вообще очень всего много-много. Вообще, очень много всего. А-а-а, да, я даже не знаю. Не знаю, стоит ли нам останавливаться. Александр что-то фотографирует. Там дети собирают какие-то пасты. Поэтому вокзала. В общем, здесь очень много всего. Мы с вами продолжаем идти. Проходим сейчас с вами Дверская площадь. Дверская площадь. Ну, еще на метрах, наверное, 200. Нет, наверное, 300. И мы с вами на красный пол. Сейчас мы с вами дождемся Александра, потому что я уже где-то его потеряла. Условно, просто палок. А вот я вижу. Саш! Извините, но приходится отвечать так. Мы возвращаемся к ЖКС на сцене. Сейчас мы с вами подойдем. Александр, вы не планируете покинуть зону Вацалов и продвинуться к Красной площади, нет? Я его украла, и сейчас мы идем к Красной площади. Я сама попросила, что вы едут с фотографиером. Да, я попросила. Знаете, я на самом деле похожа сейчас на какой-нибудь сериал. Саш, помнишь, сериал такой был латинский с актрисой Натальей Арейро? Не знакомая, но это все, что я могу сказать. В общем, да. Вот там она снималась в сериале. И у него, я не помню, это моя жизнь, кажется, как ты назвал сериал. У него была тоже такая корона, и волосы также были уложены. Так что вот я даже сегодня себя напоминаю где-то. Наталья Арейро! Так, московские музеи. Чего только здесь нет. И, честно говоря, людей тут уже очень много. Делаешь это, аватар. Я уже не в состоянии, если честно, держать телефон, потому что у меня уже отвисла рука. К сожалению, штатив я не взяла. И опять я потеряла Александра. Он фотографирует. Он фотографирует в музее Кремля. Сейчас мы идем. Я ему машу ручкой, потому что он меня не видит. Понимаете, людей очень много. Я думаю, что вы все заметили. Давки никакой нет. Я думаю, что вчера, 9 сентября, было намного больше людей. Но мне сообщали, по крайней мере, что здесь была очень большая толпа. Поэтому вчера здесь нас не было. Мы приехали сегодня. Вчера мы были на салютах. Салют я вам больше покажу. Салют был с Баржи. Октябрьская. Метро Октябрьская. Короче, парк Культуры. Парк Горького, простите. А вот сейчас мы находимся в московском зоопарке. И сейчас я даже вам покажу немножко. Немного московского зоопарка. Ну, у нас, в принципе, город сам как зоопарк. Не только. Метро Барригадное. Так, мы с вами идем сейчас. Продвигаемся дальше. Продвигаемся дальше. Каплэшки. Что, Александр, вы сфотографировали? Я тут много чего сфотографировал. Так что, если конкретнее. Конкретнее? Я не знаю конкретнее. А в нашу свечу глобус. Мы сейчас подойдем именно к нему. К большому. К машину в Украине, да? Ну, это внутри. Мы уже меняли машину. Там нет. Российская Федерация, конечно же, самая большая. Вот. Сейчас Александр сфотографирует глобусы. Мы будем двигаться дальше. В сторону Красной площади. Я сейчас покажу. Вот смотрите. Следите за моим указательным пальцем. Вот сейчас я указываю на одну из вашего футболка. Которая видна вот там, вот вдалеке. И сейчас мы с вами к ней. Мы уже идем. Это очень красивые цветочки. Вы их тоже можете видеть. Вот. Ну, мы сейчас двигаемся вперед. И делаем, делаем, делаем. Как я вам покажу? Промышленный дизайн, науки. Как тебя зовут? Тамерлан. Вот это машинное слово. Ну вот. Мы двигаемся с вами дальше. Познакомились сейчас с Тамерланом. Который помогает на этом большом празднике. Корон. Ой, простите. Корон. Не корон. Корон. Это был оговорчик по Фрейду. Но не важно. Сейчас мы с вами идем и подходим к тому большому деревянному кораблю. К большому деревянному кораблю. Сразу вспоминаются пираты Харибского моря. Сейчас мы с вами тоже для того, чтобы забить, мне тоже позже. Так что, друзья мои. Так, я опять потеряла Александра. Я не знаю, где он сейчас. Мы с вами будем его искать. Саша, мы нашлись. Мы нашлись. Сейчас мы с вами двигаемся вперед. Двигаемся вперед. Какой будет память для тебя? Миша, Кира. Сейчас мы здесь с вами посмотрим. Очень много детей. И, если честно, это особо, конечно, невозможно показать. Потому что очень много людей. Я вот жду Сашу. Мы уже идем вперед. Слушай, это правильно, это японский флаг. Вообще-то нет, это знак бога Ра. Хотя да, это похоже на японский флаг. Вот мы сейчас подойдем. Подойдем, пойдем вместе. Мы сейчас с вами подойдем. Вот Саша говорит, что это знак бога. Чего бога Ра? Да, да, да. Бога. Древняя Египет. Вот да. А мне напоминает этот флаг Японии. Но это не так. Конечно, я тоже. Сейчас очень сильно оскорбила и древних японцев, и древних и древних Казантов. А мне говорит, что я оскорбила. Ну ладно, мы с ними. Сейчас немножко прервемся, встретимся с вами. Давай. А теперь мы снова с вами возвращаемся. Сейчас мы ждем Энгра, который неспешным шагом идет. Оказывается, все-таки это лодка Ира-2. Да, вот конечно, не я ошиблась, только мы вместе ошиблись. Мы сейчас с вами идем, продвигаемся. Очень много людей, очень много прям невозможно. Можно, конечно, свернуть на дорожку, где есть проход, как вы можете видеть, он там тоже может пройти. Но мы этого делать не будем. Александр опять где-то потерялся. Я не могу понять. Саш! Саш! На самом деле он стоит позади меня и фоткает, в общем-то, костюмы. Вот. Сейчас я его отвлеку, и мы с вами вместе пройдем. Снова, 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 снова мы пройдем. Саша, я бегу за тобой, а он от меня убегает. Посмотрите, на самом деле, вот он стоит за ней. Подожди, атака, Саша. Саша вот здесь на самом деле, вот, вот он фоткает, он фоткает, он, вот, вот. Саша. Да, нет. Давай быстрее, фоткает и пошли отсюда. Пошли вперед, Красная площадь. Лучше Москвы ничего нет на свете. Там написано в Москву, ну, путешествие из Санкт-Петербурга в Россию, простите, в Москву. Кто-то даже в жахматы играет, почему-то очень как в Симонике. Сейчас я опять потеряю Сашу, и мы с ним не увидимся в Симонике. Саша, да, браво, смотрите ее видео, видео своих трех. Люди такие странные, смотрим, конечно, они ничего не понимают. Мы бежим, бежим, пробегаем, здесь можно познакомиться с театральными, ну, как сказать, скажем так, с бытом, с бытом, с бытом театральным. Ну, это. Вот, так что здесь, в принципе, каждый найдет что-то свое по душе, потому что здесь очень много всего интересного, действительно, что характеризует нашу Москву и нашу страну. Здесь начинается какое-то очень плотное движение, мужчина не может двигаться, почему-то. Тут женщины, в общем, все проблематично, сейчас мы постараемся пройти. Там какая-то сценка из военного, наверное, из чего это сценка? Ну, возможно, из кинофильма, но они все понятны. Может быть, это просто постановка какая-то военная. Сейчас постараюсь показать. Саша говорит, что это военный эпизод, но действительно так и есть, скорее всего, это даже настоящая деревушка, простите, не деревушка, а именно изба. В общем-то, вот такая вот конструкция. Мы с вами идем дальше. Сейчас мы с вами остановимся. Сидите за моим пальцем указательным. Вот уже видны две башни в Красной площади. Мы с вами двигаемся вперед. Уже две. Саша спрашивает еще две. Нет, я была раньше одна. Но мы с вами перейдем сейчас до Красной площади. Сейчас у меня рука узнала, но площадь будет движение. Настолько плотное движение, что мне даже страшно подумать. А сейчас мы подойдем с вами к симфоническому оркестру. И это не шутка. Следите за камерой. Немножко о музыке. Опять я ищу Александра. Александр! Александр меня не видит, я сейчас к нему двигаюсь. Я вижу, что он где-то остановился около наших. И мы к ним сейчас тоже подойдем. Мы идем к нашим, идем к нашим. Я думаю, сейчас поймете, о чем. Можно, пожалуйста, попасть? Прорываемся. И сейчас мы с вами. Мужчина. Как мы сейчас? Хочешь, что-то сказать? Саша предлагает, что-то просто. Я хочу. Я очень худо буду смотреться с винтовкой, Саша сказал. Фотографируйте. Мы только что сфотографировались с Александром с винтовкой на 1947-го года производство. А, простите, 44-го. Но она уже не действующая. Каска действительно очень тяжелая. Скорее всего, раньше они были еще тяжелее. Поэтому... Раньше? Да. Вы считаете, это современные издания? Или тоже... Я думаю, что это каска современная. Потому что раньше были железные, насколько я помню. А это сейчас что? В гостях? Мне кажется, нет. Она просто полегче немножко. Мне подниму нет. Не знаю, не знаю. Мне кажется, что это все-таки тех времен тоже. И она достаточно тяжелая. И мы сейчас с вами даже подождите, подойдем. Вы можете себе представить, что посреди Тверской улицы стоит белая фортепьяна? Белая фортепьяна. Вообще, что не рояль. Вот. Сейчас мы с вами будем двигаться дальше. Александр опять куда-то убежал. Что-то фотографировать. Но я сейчас уже... Уже все. Из метро, да. Мы идем. Здесь, кстати, вот танцуют маленькие балерины. Сейчас мы с вами заходим, посмотрим. Прикольно, да? Даже тот, кто мечтал стать балериной, может знать людей стать ней. Прямо на Тверской площади в Москве. Вот. В общем, сейчас мы с вами идем. Двигаемся к Красной площади. Осталось уже совсем немножко. Совсем-совсем. Прямо совсем. Сейчас с вами посмотрим. И вот она там вдалеке. Уже наша красная любимая площадь. А вот там моя любимая часть представления. Цирковая. Идем вместе. Сейчас я позову Александра. И мы с вами отправимся. Она нравится. А она нравится. Она нравится только мужчина. Она нравится. Ну, типа цирковое представление. Сейчас поймаем Александра, потому что он где-то завис. Завис. Я даже вижу, где он. Пойдем. Вот. В общем, мы идем опять. Идем, идем. И вот мимо такого вот... Мимо такой вот конструкции проходим. И сейчас мы с вами подходим. Подождите. Мы с вами сейчас... Какие-то танцы, Саша говорит. Не знаю, что за танцы. Очередь, очередь. Опять какая-то тапка. Мы с вами медленно подбегаемся к Красной площади. Здесь даже есть какие-то... И даже... Можно, что этот танец даже что-то означает. На что, это непонятно. Никто не знает. Мы даже сейчас с вами увидим студию Первого канала. Я просто ее покажу. Да-да. Это она студия Передвижная ПТС. Кто знает, как ошибовывается ПТС, это Передвижная Телевизионная станция или студия Первого канала. Так, здесь у нас с вами какой-то симфонический оркестр. Но мы послушать его точно не будем. Сейчас я узнаю. А, знаете, кстати, мы сейчас пойдем посмотрим на скалолазание, а потом мы покатаемся на Вик-Боркинге. Точнее, Александр. Я не буду кататься, но он сказал, что будет. И так, идем с вами к скалолазанию. Подходим, и сейчас будет небольшой байк-а-оп. Вот такая вот конструкция прямо на Тверской площади. Но вы еще не видели бейк-боркинга над Красной. Поэтому оставайтесь с нами, и мы обязательно вам покажем. Ой, прям даже не знаю. Александр, пойдемте, иначе мы с вами не пройдем здесь вообще никогда. Мы сейчас с вами движемся, и тут какие-то танцы, а Ран-Би – это наша земля, точнее моя. Не знаю, как, кстати, Александр, как у Марко, если мы что-то проверим. О, смотрите. Тут даже есть интересные другие вот такие вот бумажные конструкции на голову, очень крутые. Я вам покажу обязательно. А, да, вот здесь, кстати, паркур. Саша прав, может быть паркур, а может быть, скорее всего, какой-то вид спорта, не совсем понятный. Сейчас мы опять повернемся с вами, я вам покажу. Во-первых, Тверскую площадь, в ту сторону, и Скалладроу. Уважаемые брейкеры, друзья, где подходим? Вот туда, в центром площадке. Давайте веком, везде-везде-везде-везде. Пойдем посмотрим, что-то. Пола на Красине, пола на Булк-Ал, Поэтому просим всех подойти сюда. Давайте сначала подрядку. Спасибо. Ну, это площадка. Прикольно, да? Очень круто, конечно. Мы сейчас идем в тот паркур, да-да, где мы сейчас мы с вами хотим. Такие открытили, многоуважаемые по всякой... Да-да-да. Так, продолжаем этим с Александром, со столько всего, очень много детей, очень много людей. Была идея поехать. Ну, кстати, смотрите, сейчас будет раритет Мамхада. Ставка моя машина? И так, идемте, друзья мои, дальше. Даже такое можно увидеть на Тверской. Pacific Lord. … Спасибо. С Да, заканчивайтесь. Прорывается так… И так, Поехали здесь. Куда мы все разорвали. Очень разорвали… Анд exports. У нас, у обычных п Cuоев 2008 гадир, segundo гадири. Круто, да? Идем дальше. Даже в бокс можно позаниматься боксом с красной площадью, но практически мы еще не на красной, конечно. Устала, у меня правая рука затекла, поэтому буду снимать левой. И сейчас мы с вами также проходим мимо боксерская площадка. Круто, да, вообще? Саш, тебе нравится? Круто, но сюда в основном пускают вот такую мелочь. Я не знаю, может, и меня бы не смогли. Я бы стоил в очереди. Саша хочет попасть, но мы туда не пойдем. Мы пойдем на вейкбордер. Да, Саша? Ну да. Да, мы идем на вейкбордер. И так, мы медленно двигаемся. Медленно двигаемся к красной площади. Мы уже практически подошли. Какая-то тут очень батутная арена. И мы сейчас обойдем, потому что это невозможно, если честно. У нас очень много людей. Очень много. Я, конечно, против толпы ничего не имею. Но, знаете ли, стоять не хочется здесь. Для детей, что сказать. Дети счастливые, это главное. Родители отдыхают. Сейчас мы с вами пройдем. О-о-о-о! А посмотрите, кто в кадре. Проход на леву по ходу вашего движения. Наша, как всегда, на страже порядка. Мы идем дальше. Пройти, конечно, невозможно. Очень большая толпа. Мы сейчас будем проходить с вами к красной площади. Вот она уже позади. И мы уже к ней двигаемся. Мы сейчас будем с вами суткаться. И будем двигаться вперед. Вперед. Сейчас мы с вами пройдем в гостиницу. Пройдем в гостиницу. И будет непосредственно сама красная площадь. Я, наверное, немного сейчас отключусь. Встретимся с вами уже около красной площади. Сейчас мы с вами уже подходим к красной площади. И мы с вами видим, что там концерт. Карусель. Собственно говоря, вот она та самая манежная площадь. Мы с вами выходим с правой стороны. Отель Националь. Слева мы можем увидеть кусочек здания Государственной Думы Российской Федерации. Старца, правда. Но ничего. Кто знает, тот поймет, о чем я. Ну, в общем-то, сейчас мы с вами проходим перекресток станции метро Охотный ряд. Пройдем мимо концерта и двинемся дальше в сторону Красной площади. Я, правда, не знаю, открыто там или нет. Но мы с вами попробуем пройти. Сейчас мы с вами пройдем мимо всего этого зрелища. Честно говоря, в жизни, конечно, Саш не отставает. Что значит, что написано? А мы не можем пройти. Серьезно, что ли? Мы сейчас к вам не можем пройти, потому что по периметру выстрелили видео. И это так, что выстрелили так, как мы можем пройти. И сейчас мы что-нибудь делаем? Они живут всем костюм. И мы сейчас не можем проживать. В общем, друзья мои, мы не успели попасть на Красную площадь. Буквально не хватило, наверное, 15 секунд, чтобы пересечь кордон. Поэтому сейчас мы с Александром движемся в обратном направлении. Там, скорее всего, переполнено уже большое количество людей на Красную. Они тебя просто перекрыли и никого не пускают. Только мы пускаем. Мы попробуем обойти, конечно, сейчас через театральную. Но не знаю, получится ли. Оставайтесь с нами. Всем пока! Так, друзья мои, как-то со второго раза нам удалось пройти кордон и попасть в Камбергерский переулок, через который мы с вами сможем попасть с другой стороны на Красную площадь. Здесь она, конечно, не перекрыта того кидачка. И сейчас мы с вами находимся в Камбергерском переулке. Здесь с правой стороны есть театр. Кто не знал, будет теперь знать. Мы сейчас будем с вами двигаться медленно. Здесь особо никаких мероприятий нет. Если что-то будет, я обязательно сниму. И как только мы будем подходить к Красной площади и к кордону, я тоже для этого покажу. Мы сейчас с вами находимся на улице Кузнецкий мост. Сейчас повернемся с вами и увидим большую толпу людей, которые вы можете видеть просто вот в сторону Кузнецкого моста. И, соответственно, Китай-города. Очень много людей. Мы пытаемся прорваться в Красную площадь. Но я не знаю, с какой стороны нам подойти. В общем, если получится, мы пройдем. Оставайтесь вместе с нами. Мы сейчас с вами прошли только что с Сашей Кордон на улице Петровка. И вот позади, вы можете видеть, мы сейчас выйдем в Санкт-Петро театральное и, соответственно, к Красной площади. То есть, в принципе, никаких проблем с проходом нет. Единственное, что выставили перед концертом Кордон по той причине, что очень большое количество людей. В нем мест нет. Поэтому, в общем-то, обходите другими путями. Но мы сильные, мы не сдаемся. И вот мы уже с Сашей идем сейчас по улице. Очень известная улица под названием Петровка. Вот туда дальше Петровка 38. Так что легендарная улица тоже. Не в Амазонии, не в улице как-то народу. Я думаю, что нет. Единственное просто, кто знает, как любыми путями подойти к точке невозврата, тот всегда найдет путь. Вот. Это была шутка, конечно. Но мы сейчас с вами приближаемся уже к театральной, к выходу. Нам, конечно, никто не гарантирует, что там не перекрыто. Но в любом случае, пути подхода знаю. Поэтому подойдем. Оставайтесь с нами. Пока. Сейчас мы с вами находимся перед большим театром. Вот мы видим с вами ребята катаются. Вот там, собственно говоря, в Красной площади. Сейчас попробуем на нее пройти. Но не знаю, как получится или нет. Людей очень много. Ну что ж. Всем любителям велосипеда посвящаются. И роликом тоже. Мы идем дальше. Итак, друзья мои, мы снова с Сашей вас приветствуем. Мы прошли на Красную площадь. Короче, через несколько кордонов. У каждого пятачка свой путь. Вот. И мы сейчас с вами позади видим фонтан и непосредственно саму Красную площадь. Сейчас постараемся пройти к Вейк-бординку. Правда, я не знаю, работает ли он сегодня, сейчас или нет. В любом случае, подойдем с вами к ярмарочкам, которые продают товары своего региона. Например, там, Вологодская пастила, Крымский чай, например, да, и так далее. Надеюсь, что все-таки все это есть. Сегодня все это работает. Мы с вами обошли концерт. Это какой-то там страшный концерт, который перекрыли просто перед нашим мостом. Там проход. Ну, мы шли не на концерт. У нас задачи другие. Мы планируем дойти сегодня до Крымковской. Может быть, выходить в Варьгорь. Я еще не знаю, но мы обязательно пройдем. Сейчас вы, наверное, увидите. Сейчас я покажу вам. Здесь все перекрыто. Какими-то автобусами. Короче, ничего только не сделают для того, чтобы просто не пускать автомобили. Саша, что-то взглянуло у нас. Но мы не отчаяемся. Идем на Красную площадь. Мы сейчас с вами прошли на Красную площадь. Мы сейчас находимся в районе метро. Пробились, да, в районе метро театральное. Но мы, конечно, пробивались не через мега-кордон. Но, в общем-то, нас спокойно уже пропустили. Сейчас мы находимся около одной из красивых каруселей. И сейчас двухэтажная карусель. Сейчас она будет крутиться. И вы посмотрите, как на Красной площади можно замечательно провести время не только детям, но и взрослым. Тут очень много взрослых, кто садится на эти лошадки. Так, ну, в общем, включимся, когда она начнет крутиться. Итак, сейчас карусель у нас с вами начнет крутиться. Вот последние штрихи. А я вам хочу показать храм Христа Спасителя. Вот если вы видите, вы можете приглядеться, увидеть. Также башню с Паской, если меня не ошибаюсь. Там же Владимир Князь. Царь Пушка, да. Но это уже с той стороны не видно. Ждем отправление. Ждем, не знаю, как быстро оно произойдет. Но вот последние штрихи. Сколько стоит просто? Не знаю, к сожалению. Бесплатно, Собянин, платят в КВР? Да, в вашей налоге. Бесплатно. Слышат и говорят, что бесплатно. Но очередь, наверное, очень большая. Это карусель. И поехали. Посмотрите, как здорово вообще. Мне кажется, каждый ребенок мечтал в детстве о такой карусельке. Вообще просто. Это просмотра «Мэри Поппинс до свидания». Я, кстати, очень давно не смотрела «Мэри Поппинс до свидания». Но у меня ассоциация вот с такой каруселью. Это цирк, какие-то фокусы, неожиданности. В общем, очень здорово. У тебя с цирком, у меня с «Мэри Поппинс». В общем, такая вот двухэтажная крутая карусель. Говорят, даже прокатиться на ней можно бесплатно. Но не знаю, насчет этого сейчас мы пойдем выясним. Да, Саша? Обязательно. Идем выяснять. Серьезно? Бесплатно? Друзья мои, мы только что выяснили, на эту карусель действительно можно попасть бесплатно. Но там просто нереальная очередь. Я даже не могу вам сказать, на сколько метров. Но это очень долго, поэтому, к сожалению, стоять мы не будем. Но обещаю, что когда-нибудь мы обязательно на ней прокатимся. Сейчас мы идем кушать и направляться в сторону Красной площади. Оставайтесь с нами. Всем пока-пока. Итак, друзья мои, мы сейчас с Александром уже поужинали, можно так сказать. Надо было, конечно, нас пить. Потому что Александр был как Викинг. Он ел китей. Я изменила и ела китей. Но сейчас мы с вами идем к пить в Орхит. Но Александр обещал, что он будет. Вот, совсем говоря. Сначала хотя бы посмотри. Он обещал, но я не знаю, там очень большая очередь. Мы сейчас постараемся показать, но не знаю, получится. Я понял. Это очень сложно. Сейчас пойдем посмотрим. Ну что, друзья мои, мы не покатались на вейкбординге. По той причине, что там сегодня соревнования проходят. И мы сейчас находимся практически на Красной площади. Я думаю, что многие из вас сейчас поймут ассоциацию этого большого красного шара. Высший ремейк фильма. Оно! Саша посмотрел фигуно? Нет. Нет, он посмотрел фигуно. Оно. Мы сейчас подходим к картону. Слово, еще? Вот. Нет, потому что я его и не собираюсь смотреть. Саша сказал, что он не будет смотреть оно. Но в общем-то это не важно, будет он его смотреть. Нет. Мы главное узнали, что он его не будет смотреть и не смотрел. Ничего. Татология, но да. Сейчас мы с вами подходим к картону и встретимся уже на Красной площади. Ну что, мы продолжаем свой путь. И мы уже прошли картон и идем на Красную площадь. В микрофоны все объявляют, что парк Заря здесь закрыт. Кто-то знал, это парк, который вчера открыли на месте бывшей гостиницы России на набережной. И парк будет бесплатный, универсальный. И там очень много нововведений в плане отдыха, соответственно. Я опять потеряла Александра. Мы сейчас его ждем. Я не вижу его, если честно. В общем, мы ждем Александра по поводу парка Зарядина. В общем, вчера его открыли. 11 сентября он будет закрыт для посещения. Также нам сказали, что сегодня, 10 сентября, никакого салюта не будет. Все иногда потом знают, что на Красной площади идет разбор конструкций. Вот. Мы уже сейчас с вами проходим под аркой. Замечательный. Сейчас мы повернемся с вами и посмотрим на исторический музей, который расположен прямо на Красной площади. Кто не был здесь, можете посмотреть. Здесь недавно проходила сентябрь «Свадская башня». Он только, блядь, закончился. Честно говоря, не знаю. То есть, потому что конструкцию разбирается. Вот. Ну, по поводу Красной площади, посещение. Нужно снимать, конечно же, отдельный ролик, как за этим мы его снимем на селфи-палку, потому что очень неудобно снимать руки, да, Саша? Саша уже не реагирует, он уже устал. Или снимать с селфи-палку или с руки-палку одинаково. С руки или с селфи-палку? С селфи-палку, видишь, что одинаково. Но я, честно говоря, понять не могу, как можно снимать с руки с селфи-палкой и будет это одинаково. Странно. Потому что селфи-палка – это как две ваши… Зади, собор… Богоматери. Вот полное название, честно, не помню, но, в общем, да. Также можно будет посмотреть музей. Я обещаю, что сейчас мы с вами отключимся и покажем вам в следующий раз… Вот, кстати, Бум, кто не видел. Вот, мы сейчас пройдемся еще по Никольской площади и посмотрим, есть ли там какая-то иллюминация. В общем, посмотрим. Сейчас мы приближемся к станции Китай-город но это уже по направлению к дому. Вот. Поэтому оставайтесь с нами. Всем пока. Мы сейчас с вами прошли через очередной кордон. Красная площадь осталась у нас позади. Мы сейчас идем по Никольской улице. Честно говоря, почему-то сейчас никакой иллюминации нет, кроме того, как освещается только Бум. Поэтому никакого интереса в принципе улице не представлять. Хотя обычно в праздничные дни здесь есть иллюминация, здесь есть… Ну, кто знает, может она вчера здесь и была. Ну, вот Саша говорит… Саша, в камеру скажи что-нибудь. Чего? В общем, Саша… Я говорю, что иллюминация здесь могла быть вчера. Вот, Саша говорит, что иллюминация могла быть. Поскольку вчера мы сюда прийти уже не можем, то пойдет с удовольствием тем, что есть. Мы вчера были в совсем другом месте. Говорят, что здесь была большая дабка, поэтому, честно, я уже второй раз благодаряться не буду. Но мы уже говорили, что слава богу, что нас здесь не было вчера, потому что я не представляю, как в дабке здесь ходить. Сейчас мы с вами свернем перегул направо. Посмотрим на Гумовскую иллюминацию. Это знаменитая арка. Я сейчас подниму повыше. Вот. Обычно она здесь всегда так освещена. Иллюминация. То есть здесь очень круто. Вот там Гумов. Кто не видит. С этой стороны здание реставрируется. Также здесь можно выйти к станции метро площади Революции. Революции, простите. Уже все просто. Сегодня весь день говорю, говорю, говорю. Вот. Конечно, без штатива очень тяжело снимать. Признаюсь, Саша опять где-то там застрял. Вот он фотографирует. Сейчас я вам его покажу. Даже не знаю, видите вы его или нет. В общем, конечно, кошмар. Вот. Ну, я думаю, что мы сейчас пройдем с вами эту арку и связь прекращу. Прекращу. Прекращу вещание. Потому что, в принципе, кто живет в Москве, тот прекрасно знает эти знаменитые улочки, переулочки. Вот. Но кто не знает, присоединяйтесь. Мы обязательно проведем для вас экскурсию. Вот. Я и Саша. О, я прямо сейчас, кстати, вижу в очках отражение. Видите, как круг прям. Сейчас сделаем селфи. И так, стоп, 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 стоп. Мы уже не говорим. Мы уже не говорим, потому что мы снимаем видео. И Саша не должен рассказывать ни о каких-нибудь секретах. Вот. Потому что это публичная запись. Да, Александр? Мадам, вас не поймешь, то говорить, то не говорить, то не говорить. Мне очень нравится, как у меня в очках отображается арка. Вы видите это, да? Красиво. Красиво, говорит Александр. Мы сейчас проходим с вами подарками. И я вам ее покажу. И здесь дальше отображены плажочки. Конечно, реально очень круто. Безусловно, очень круто, здорово. Вот. Ну что, друзья мои. Мы с вами проходим подарки. И уже, честно, даже нет сил держать телефон с зарядкой. Тяжелый. Тяжелый? Вот. Поэтому мы вместе с Александром говорим вам. Александр, посмотри, пожалуйста, в кадр. Мне кажется, я здесь только сама с собой разговариваю. В общем. Но, по большей части, так оно и выходит. Да. Саша сказал именно так. В общем, мы с вами сегодня прощаемся. Мы с вами прошли от Белорусской до Тверской, практически до Красной площади. Пошли тайными путями и попали все туда на Красную площадь. И сейчас мы выходим к метро Китай-город. Совсем тайный. Да. Оставайтесь с нами. Ждите наших новых видео. Если у вас есть пожелания, что бы вы хотели еще увидеть в Москве, пишите запросы. Мы обязательно снимем, проведем видео-экскурсию. Да, Александр? И обязательно... Проведем, покажем, расскажем. Да. Мы все расскажем вам и покажем. Обращайтесь. С вами был я Саша и... И Майя. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.